Дорогие друзья, я в Таиланде. Это Патонг. Живу, конечно, я там в 20 минутах езды на байке отсюда, но в итоге, как выяснилось, я побывал на разных рыночках. И рынок Банзан здесь в Патонге, в самом центре города, реально круче всех остальных. Я сейчас вам проведу небольшую экскурсию, для того, чтобы вы поняли, как живут страны третьего мира, как классно здесь кормят, как грязно здесь. Но это экзотика, это Таиланд. Вот прям я здесь кушаю и мне здесь очень-очень нравится. Вот так вот он, вот это называется рынок. Вот там уже все закрыто, потому что днем там продают фрукты и морепродукты, вечером все закрывается и это все переходит вот сюда. Смотрите, что мы имеем. Начну с первых рядов. Здесь мясо. Мясо, 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 мясо. У каждого есть вот такой мангальчик, на котором они все это жарят. Здесь полуфабрикаты сейчас. Их дожаривают, а вот тут свежачок. Вот такие вот огромные креветки. Кальмары, лангусты, блядь, размером. Лангусты размером больше, чем моя рука. Представляете? Я не знаю, откуда они их берут, но они здесь прям свежак-свежак. Креветка. Смотрите. Клиннее моей кисти. Крабики маленькие, не очень вкусные, там надо ковыряться. Кто может любит поковыряться так с удовольствием. Разные клеммы, ракушки. В общем, свежайшие морепродукты. Рыбка-попугай. Вот это тилапия. Красная. Это барамунди. Есть еще тилапия. Я потом походу покажу. Тилапия коричневая. Вот здесь вот они в кухне. Они тут жарят все. Все, что ты хочешь. Вот, например, креветочки. А вот здесь вот сидят люди. То есть вот здесь вот они готовят. Отдают. А вот здесь за столиками сидят люди, им приносят еду. И они у каждой, соответственно, лавочки. Вот лавочка. Вот эта вот лавка. И вот у нее два столика, за которыми сидят люди. Здесь очень шумно, потому что в Бангландбоксе не встаем здесь. Здесь тайский бокс. Вот эти дары моря, дары природы превращают весь этот рынок. Вот огромные моллюски. Огромный моллюски. Красивый такой, вообще злопский. Я, приятно. Здесь, по-моему, сегодня пятница, но что-то не очень много людей. С другой стороны, хорошо. Не приходится толкаться. Весы вот такие у всех стоят. У них там погрешность, блин, 100 граммов. Значит, есть вот такие вот лавки, в которых они делают супы. Есть меню. Есть образец. Вот образец. Ты можешь пальцем крутить, как я хочу вот такой вот суп. Выбрать виды лапши различные. Вот такой, 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 такой. Это вот местный шпинат. А здесь варится бульон. Вот тут варится бульон. И его наливают, соответственно, вот превращая в том ям или в какой-то другой суп. Вот эти шашлычки маленькие. Стоят не дорого. 50, 100 бат. Вот креветчики 100 бат. Но это 200 рублей. Все свеженькое. Но рыба полупабрикат. А вот уже прожарили. Ее потом просто разогревают на углях. Вот это вот удивительные размеры лобстеры. А, вру, это не лобстеры. Это же лангустины. Ой, лангусты, лангусты. Лангустина – это маленькая креветочка. А, вот. Ассортимент у всех очень похожий. Римадин. Шум ужасный. А вот здесь, смотри, много народу сидит, да? Это значит, что здесь вкусно готовят. Или цена нано классная. Да. Да. Вот эту рыбку есть не рекомендуется, потому что она выращивается вообще в ужасно грязных реках. Живет как карась. Вообще в самых непроходимых, непонятных непонятных местах. О, здесь обилие моллюсков. Здесь вот обилие травки разные. Здесь уже подваренное. Можно попросить. Сделают салат. А, это папайя-салат, наверное, здесь сделают. Точно. Салат из зеленой папайи. Выбираешь для себя травки-муравки. Я рассказываю, у меня, блин, слюни аж текут. Вот смотрите, морские гребешки мидии запеченные, они тоже их запекают. Они уже готовы. с лапшой, с сыром. Здесь, обязательно, креветочки начиненные. Сыром. Кребешок с сыром, кребешок с лапшой, устрица с лапшой. Супер. Устрица с лапшой есть. Где-то здесь. Все по-тайству разговаривают по-русски. Неплохо. Неплохо. И можно, соответственно, даже те, кто не знает русского языка, могут спокойно объясниться и рассказать. Какой килограмм стоит 1 кг? 1 кг? 1 кг? 1,500 кг. Вот такой килограмм 1500 бат стоит. Огромный, вот этот. 1500 бат это 3 тысячи рублей килограмм. Ну, дорого. Но я думаю, что свежайший лангуст стоит того. Понимаешь, очень огромный. Нам удовольствие есть все, что здесь готовим. Суши. Что такое суши? В Таиланде суши выглядят вот так. Очень маленькие кусочки. Вот они такие. 7 бат 14 рублей 1 кусочек. 1 кусочек. Все по-русски написано. Одобрено ревизором. В общем, вот разные виды суши. Все по-русски. Разные смигиями. Прямо человек тут же готовит. Складывает коробочки. Суши все из-под ножа тут же. Понятно, что все это стоит на улице. Тут же и происходит адский бедлам. Все это жесткая антисанитария. Но люди с удовольствием их едят. Покупают и едят. Как вкусно жарится здесь все. Спасибо. Почему у нас в России такого нету? Никто не готовит на рынке. Хотя бы даже не морепродукты. А вот такую свинину, например. Вообще великолепно. Гранатовый сок. О гранатовом соку никого не удивишь. Понятно, что здесь различные жареные виды риса. Рис в ананасе. Очень популярное блюдо. Это morning glory. Утренняя glory, как ее переводят. Это типа шпината тайского. Это под тай. Здесь разная лапша с разными морепродуктами. Заказываешь, тебе жарят, все приносят. Подают. Вот так выглядит кухня. Обычная уличная кухня. Боки стоят. Здесь все жарят. Добавляют. Вот эти специи, добавки. Полиэтиленовых пакетиков. Классно. Менюшка такая. Все стоит там 100 бат каждое блюдо. 100-150 бат. В зависимости от количества морепродуктов. За 50 бат можно просто попросить, чтобы тебе почистили. А, это не, это клейки рис с манго. Клейки рис с манго. Вот такая вот порция риса. Туда очищенный манго кладут. Вот так вот сверху. И пакетик с кокосовым молоком. Кстати, очень вкусная штука. Я как-нибудь на канале приготовлю такую вещицу. Расскажу, как ее делать. Ну, здесь смузи, шмузи, всякие, кокосики, папайя. Вот, видите. За 40 бат можно сделать себе вкусный шейк. Из любой доступной фруктовой субстанции. С цитрусом, без цитрусов. Они витринки любят выкладывать. Вот так вот вырезают. Все очень красиво очищают. Гранат вообще великолепен. Вот, для тех, кто уже наелся и хочет покормить рыбок, можно опустить ноги и покормить рыбок по самому. Вот так. Такой пилин, пилин, фигачек. Значит, есть вот такая штука мороженое. Смотрите, берут кокосы. Надрезают, вычищают. Ой, такая штука прикольная. Вычищают мякоть, вырезают. Из этой мякоти делают мороженое. Смотрите. Мороженое. Кокосовое мороженое. Кокосовое мороженое. Кокосовое мороженое. Прям супер. С всякими добавочками. Ну, про то, как делают жареное мороженое. Почему жареное называется? Кокосовое мороженое. Своевой. Айс ролл называют и так далее. Потому что это антисковорода. То есть там минусовая температура поддерживается очень низкая. И все, что туда не кладешь, все замерзает и превращается в мороженое. Об этом весь интернет забит. Все знают. Все видели, как это готовится. Большой ассортимент чищенных фруктов. Ты хочешь купить? Ты хочешь купить? Нет. Нет. Семьдесят бат. За семьдесят бат можно купить несколько кушков арбуза. Манго. В общем, всего что? Шестьдесят бат. Манго. Раз. Вот два целых манго очищенных. Джекфрут очень вкусная штука. Пятдесят бат. Внутри косточка, вот это дуриан, все говорят, что он пахнет какашками, но, честно признаться, когда он долго лежит в полиэтилене, открываешь, да, можно немножко вкусить аромат сельского туалета, но я утрирую, потому что на самом деле он пахнет неплохо, прям неплохо. А если свежачок попадете и при вас чистят, отдают, то это прям реально вкусная штука. Вот такие вот тайские сладости, тайские сладости. Желируют они, тут кокос смешивают, посыпают, сладкий рис, какой-то тамарин, это в сиропе жарят, сначала жарят во фритюре, потом в сиропе обмазывают. Опять фрукты, 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 фрукты. Вот здесь вот самый лучший суп. Вот этот мужик, вот у него написано, нудл суп. Вот этот мужик реально тут вокруг, и вообще, мы у него который раз уже кушаем, он просто мега мастер, мега мастер, вкусно готовится. Стоит все копейки. 60? 60, 60, 60, 60. Сипа так? 60, да. Вот такая вот штука, это соевые ростки и тайский базилик, который это может добавлять себе в тарелку. То есть вот, на насыпали тарелку, ты можешь туда добавить, значит, рыбный соус. Вот он, вот рыбный соус. Можно какого-то кетчупа добавить, непонятного. В этих баночках стоят орешки, чили всякий разный. И, соответственно, вот эта кастрюлька, в которой там все варится, это прям очень-очень-очень вкусно. Да. Значит, тут тоже что-то делают. В соусе что-то жарят. Но здесь, короче, тетушка грустит. Здесь жарят яичницу, омлет. То есть, всякие крабовые палочки с яйцем перемешаны. И они все это заливают слоями и жарят. Выглядит вот так. Жареные в яйце крабовые палочки. Вот это, мне кажется, у нас бы в России пошло. Ну вот, перед всем, как бы шутки шутками, а в Таиланде крабовые палочки реально очень-очень много везде используют. Они кайфуют. Я не знаю, из чего они их делают. Из тех же ингредиентов, как и в России. Но, я не знаю, из тех же ингредиентов, которые используются спросом. И все шкварчит, все в масле, конечно же. Вот дуриан. Вот прям целая палатка типа мы дуриан. Мы продаем дуриан. Вот так вот вылезу. Огромный ламтик. И он причем дорогой. Реально дороже все остальные фрукты. Все остальные фрукты. Значит, можно намутить крабиков. Крабы мелкие. А вот здесь вот в банках уже готовы распотрошенные устрицы. Значит, вот здесь вот зеленый манго. Лапша. Вот такой вот сиропчик, соус. Вот всякие добавочки. Это непонятно. Это жареная рыбка. Мелкая, похоже, в каком-то масле еще. Это креветки, сушеный, зеленый лук, орехи и там шпинат. Сладости. Все любят донатсы в Таиланде. И Таиланд не исключение. Вот они. Куча печеной какой-то штуки. Сладостей масса. Масса. Вон кусочек 10 бат, 20 бат. Причем кусочки такие приличные. Ой, вот это я люблю. Вот это вот местное, тайское. Здесь идет несколько видов карри. Вот раз, два, три, четыре. И, соответственно, можно добавить сюда всякие жареные штуки. Я даже половину не представляю, что это такое. Вот это куриные потрошка. Вот их осталось мало, совсем их расхватали. Значит, вот это рыбный, рыбная карри. Вот тут вообще какая-то жижа коричневая. Не знаю, что это такое. А здесь свинина. Уши, короче, кожа. Видите, с ушей. Ну, скорее всего, это, наверное, уши есть. Может быть, кожа с ног еще, с копыт, с рульки, шкура. Вот здесь то же самое, только без соевого соуса, видимо. С капусточкой тушеной. Вот это вкусно. Тут реально прям вкусная вкуснота. Карри, тайский. Очень просто многообразие шашлычков. Пасминька, дольмар, чай, бурочка, печень, дудка. Каждый шашлычок стоит 10 бат. На русские рубли 20 рублей. Вот так вот берешь, выбираешь, кладешь и разогреваешь. Вообще море, море всего. Море. Очень вкусно, кстати. Суши, 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 суши. Разные всякие. Классные. А вот, посмотрите, вот так крабовые палочки рубежи. Классные колбаски, они делают колбаски, соответственно, перекручивают их короткими, и ниткой, кстати, они перевязаны короткими кусочками, получается гирлянда. Как шарики. Любое количество там отрезаешь себе, например, нитку вот такого, вот такой длинный раз, пожарил. Тут же идет острый соус. Там рыбный соус, смешанный с чили перцем и чесноком. Вот это желудочки. Вот эти желудочки куриные. Красивые, красивые вообще огонь. Тут ноги распластанные. Здесь какая-то, ну, похожая на свинину. Вот здесь, вот это баранина с курточком, видите, нет. Переслоили и поджарили. Это дедок слепой. Он играет. О, милостыню здесь кинают в бочоночек. Я вот сколько-то здесь раз был, он все время здесь играет, каждый вечер. Опа, все где-то кайфово. Играет и играет, и все, все кайфуют. Ему еду приносят. Сегодня, кстати, не так много народу. Можно скумбрия. Смотрите, скумбрию любят не только в России. 100 бак, это 200 рублей одна рыбка. Вот она уже жареная. Ее здесь реально очень много продают и очень много покупают. О, крокодайл, мид барбекю. Извините, есть один крокодайл? Да, один. Один ли? Палач? 50 бак. 50 бак. О, я должен попробовать мясо крокодила. Кстати, я его ни разу не пробовал. А, 50 бат? 50 бак. 50 бат. Один шашлычок. Супер, пробуем. Здесь еще вот такая вот, тоже традиционная тайская лавочка. Здесь какие-то пасты. Мне очень сложно разобраться, потому что эти товарищи вообще не разговаривают. И вот они, вот какие-то пасты, потом раскладывают, потом вместим их все. Здесь, здесь. Извините, что это? Что это? Это пасты. Это традиционная тайская лавочка. Это соус. Пасты. 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 Рис. Микс. Пасты. 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 Это, короче, вот эти штучки всякие, их смешивают с рисом и едят. Я, конечно, не пробовал. Возможно, в следующий раз я попробую, но пока что у меня нет огромного желания пробовать. Судя по количеству каких-то непонятных ингредиентов, я не решаюсь на это. Для меня проще попробовать личинок, чем вот эту штуку. Значит, дальше. О, вот это вообще огонь, огонь. Это копыта, головы. Головы уток. Свиные копыта. Вот здесь вот свиная рулька. Вот это вообще самая настоящая, пренастоящая еда. Какие-то уши. Или не уши, или желудок это. Какие-то отходы. Это кровь. Это, кстати, кровь запеченная, куриная. Это печень. Она не запеченная, куриная кровь. Они как-то сгущают ее. Я не знаю технологии. Это кисловоз, острый суп. Всего лишь за 60 бат, то бишь за 120 рублей, можно купить себе вот такой вот домашний ужин. Пришел, набрал тут свинины, чего угодно. Очень-очень вкусно вот это все. Так, тут фритюр. Остатки уже, так сказать. Остатки фритюра. Тут тоже, блин, какие-то легкие. Это потроха, видимо. Тут разваренный рис. Выглядит ужасно. На вкус великолепно. Вот эта вороночка для того, чтобы накладывать вот эту всю жижу и непонятные потроха в пакеты. Все забирают домой в пакетах. Никто в коробках не забирает. Все в пакетах гораздо удобнее. Ну, тут бульончик варится тоже из пудраков, видимо. Пахнет это просто безумно. Просто безумно пахнет. Это очень вкусно пахнет. Итак, последний, финальный штрих. Очень острый острый соус. Упал на крокодильное мясо. И он отправляется в пакет. Вот. Пластик. Пластик пакет. Thank you very much. Все. Пора его... Пора его отведать. Да. Короче, вот. Опа. Мясо крокодилы. Е-мое. Оно такое же, как и любое другое. Звучит страшно. А по вкусу... Они его еще маринуют. Поэтому вообще сложно что-либо определить. Но по вкусу такое. В следующий раз, если вдруг мне подсунут мясо крокодила, я не смогу его отличить от любого другого. Но я, как любитель острого, хочу сказать, что я нахожусь в той стране, в которой реально вот она для меня. Это острая кухня. Я обожаю просто это количество чили перца. Кислоты. Это вонючий рыбный соус, который сам по себе пахнет отвратительно. Но когда он соединяется вместе с чили, чесноком и соком лайма, это получается шедевр. Они реально его... Ну, таким соусом острым они его подают на стол, они приправляют любые мясные и рыбные блюда, они добавляют его в лапшу, вообще куда угодно. Я хочу сказать, что крокодил с этим соусом получается на порядок вкуснее, чем если бы он был, например, сырым. Вот. Вкусно, короче. Очень. Вообще, в Таиланде я первый раз и могу сказать, что здесь очень круто. Такая от души реклама Таиланда. Заходите чего-нибудь интересного, поезжайте в Таиланд. Здесь вкусно. Классное солнце, классное море и улыбчивые люди. Вот. Пока, до новых встреч, друзья.